Усы. Усы никогда не меняются. И этот ролик в том числе целиком и полностью отражает наше, немного субъективное мнение. Так, с этим разобрались. Мы наиграли в свежую Call of Duty чуть более 30 часов. За это время успели дважды пройти сюжетную кампанию и побегать в уикенд в мультиплеер. И знаете, по большому счету наши ожидания оправдались. И да, прежде чем переходить к самой игре, крайне рекомендуем ознакомиться с нашим большим материалом обо всех играх серии. От суровой войны нулевых до странных портативок, от современной войны до будущего и даже мобилок. Материал вышел в рамках рубрики «Раньше было лучше» и получился большим, аж в четырех частях. Но все же, если вы интересуетесь серией, крайне рекомендуем ознакомиться. Безусловно, мы знаем о жутком скандале, развернувшемся вокруг игры, и обвинении разработчиков в русофобии. И естественно, проигнорировать это мы сегодня не можем. И все же для обычных геймеров, не особо интересующихся всем медиашумом, мы кратко пройдемся по игре, чтобы потом полностью окунуться в эти рассуждения о смысле бытия и теории о происхождении бетардов. Итак, Call of Duty Modern Warfare 2019 года — это хороший мультиплеер и средненькая кампания. Не самый плохой результат, вспоминая менее успешные части. Для начала, о явных плюсах. Во-первых, существенно модифицировали движок. Теперь ее совершенно не стыдно ставить рядом с условной батлой. А уж на ночных картах с кучей эффектов, да еще и с настоящим HDR, она действительно выглядит превосходно. Во-вторых, стрельба. Это первый раз за всю историю серии, когда оружие ощущается как... Эммм... оружие, а не лазерные указки из лазертага. Разработчики очень гордились проведенной работой, и, как оказалось, не зря. Конечно, баллистика еще не идеальная, но и в таком виде результат весьма похвальный. Но и последний явный плюс — это звук. Многие дежурно отметили улучшенное звучание стволов и окружения, но если включить игру на системах с поддержкой Dolby Atmos, то она преображается. Звук тебя буквально обволакивает, и это особенно заметно во время штурмов домов, когда вокруг ночь легкий шум мегаполиса доносится с улицы, ты слышишь шорохи и шепот террористок, что прячутся на разных этажах. Если у вас есть такая возможность, строго рекомендуем играть исключительно с атмосом. Что ж, явные плюсы кончились, теперь поговорим немного о том, чего игре не хватает. Во время анонсов разработчики кичились своей сильной историей и серой моралью. О том, получилась ли серая мораль, мы поговорим чуть позже, но вот сам текст и сценарий объективно выдались средними, даже по меркам этой серии. То есть текст, как обычно, пафосный и типичный для жанра милитари фэнтези, чьим и является Call of Duty с самой первой части. Но когда тебе пытаются показать более-менее реалистичную войну с неоднозначными решениями командования, а потом капитан Прайс снова загоняет игроку жутко клишированную мотивационную речь, мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать Кайл. Мягко говоря, это ломает атмосферу. Ну и несмотря на участие в разработке нарративных дизайнеров из Naughty Dog, кампания вышла довольно блеклой. Да, у нас есть шок-контент и некоторые новые механики, и даже довольно интересная снайперская миссия. Но даже Ghost и Modern Warfare 3, общепризнанные самые слабые части серии, удивляли и оставляли гораздо больше запоминающихся моментов. Тут же, после очень короткого сюжета на 5-6 часов, в памяти только и остается, что пара на рассчита дженерик шок-моментов, да и снайперская миссия. Ну и еще два штурма домов. Хорошо срежиссировано, но уж слишком все заскриптовано. Еще нельзя не вспомнить, что при всей красоте картинки, уровни железобетонные, без какой-либо маломальской разрушаемости. Ну, точнее, на уровнях есть много мусора, который весело разлетается от взрывов и стрельбы. Но даже после ракетной бомбардировки, гребаный деревянный ящик останется на своем месте, если только взрыв не был заранее вписан в сценарий. Это особо заметно при обстреле высотки с дрона, когда буквально через пару минут дым рассеивается и видно идеально целый дом. Понятное дело, что это ограничение движка, но, знаете, пора бы с этим что-то делать. Но и наиболее заметная проблема снова касается компании. Мы все прекрасно понимаем, что Call of Duty работает исключительно на железобетонных скриптах, и это уже никого не возмущает. Но вот сам геймдизайн временами отдает совершенно невыносимым 2007 годом. Вот вам два ярких примера. Во-первых, внезапное появление под конец жутко бронированного русского солдата. Конечно же, его тут называют Джаггернаут, а как же иначе? Дело в том, что на протяжении всей игры ничего подобного не было, и засунуть в колду подобного босса с необходимостью заливать в него сотни пуль идея по меньшей мере глупая. Почти сразу за этим у нас абсолютно лишнее КТЕ для убийства одного из главных гадов. Причем сначала нам требуется к нему ползти в стелсе, а потом резать с КТЕ, которая за всю игру встречалась буквально пару раз. Почему не сделать это катсценой? Непонятно, и таких моментов много. Они особо заметны в последней четверти, где явно видно, что запал разработчиков кончился, и уровни делались по типу, как говорили в отечественном игрожуре ранних нулевых, тех же щей да пугущевлей. Ну и под конец пара замечаний о мультиплеере. Фактически перед нами обновленный Modern Warfare 2, хоть и с некоторыми нюансами и новыми режимами. Впечатления в общем положительные, но некоторые карты все же выдались откровенно кривыми, а обилие кемперов расстраивает. Но это вполне возможно так или иначе исправят, да и грядущая Королевская битва должна быть интересной. Что же касается кооператива, то он выдался каким-то серым и не особо привлекательным. Его попытались вписать как часть эндгейма в кампанию, но на мой взгляд вышло не особо удачно. На картах, где нужно обороняться, на небольшом пяточке против кучи тупых ботов еще ничего, но когда требуется бегать по большой карте, явно отсылающей нас к батл роялю, становится немного скучно. И опять же, боты умом все так же не блещут. Такой и вышла первая часть новой трилогии. Много обещающая, но если сравнивать с оригинальной Modern Warfare, я бы сказал, что им есть еще куда расти. Финал игры умело играет на чувствах фанатов, и даже испытывая легкое разочарование от кампании этой части, я все равно куплю сиквел. Для фанатов же мультиплеера эту часть и вовсе нельзя пропускать. Разве только если вы фан более динамичных частей колды. В таком случае можете останавливаться в Black Ops 4. Такое наше краткое описание игры вышло не особо кратким, но теперь настало время погрузиться в пучину субъективщины, а также поговорить поподробнее о сюжете. Поэтому если вы вдруг боитесь спойлеров, или у вас аллергия на альтернативное мнение, лучше выключайте это видео прямо сейчас. Да, вот прямо сейчас. Мы вас предупредили. О возможных проблемах будущие колды заговорили сразу после первых показов игры прессе. Тогда журналисты рассказали о некоторых очень жестоких сценах, как например, когда сирийские дети убивают русского военного. Все отлично помнят миссию «Ни слово по-русски» из второго Modern Warfare и весь тот шум, что гремел по всему миру долгое время. Естественно, повторения подобного никто не хотел, поэтому часть сцен до релиза так и не дожила. Остальные же потенциально шокирующие моменты сделали чуть менее провокационными. Впрочем, Sony накануне новогодних праздников и будущего релиза нового поколения консолей все равно не захотели иметь ничего общего с возможным скандалом. Поэтому на территории России приобрести новую колду стало невозможно еще в сентябре. Немного позже и Microsoft решили не рисковать и отказались от физических копий игры в РФ. Еще сильнее релиз омрачила стрельба в одной из военных частей, из-за чего практически все промо-акции игры были остановлены до понедельника. Но и без этого ожидаемо нашлись люди, которых оскорбило содержание сюжетной кампании игры. В чем же суть? В начале игры мы в составе отряда военных сил США пытаемся захватить химическое оружие на базе в Верданске, в вымышленной стране Кастовия. Естественно, все идет не по плану, и при эвакуации с газом на конвой нападают неизвестные, и перебив почти весь отряд, похищают груз. Собственно, в поисках этого самого украденного оружия мы и проведем практически три четверти игры. Что же так сильно оскорбило многих игроков? Дело в том, что большая часть сюжета пройдет на территории Урзыкстана, вымышленной страны, явно списанной с Сирии, которую, по сюжету, уже 20 лет как оккупировала российская армия под управлением генерала Баркова. Насколько легитимна власть Баркова, не ясно. Хоть по ходу игры и даются намеки, что он чуть ли не мятежник. Да и в самой России то ли назревает гражданская война, то ли идут подковерные разборки в правительстве и военном аппарате. Как бы то ни было, Барков ведет весьма жестокую политику оккупации, подавляя любое сопротивление и неповиновение, при этом не чараясь применять против гражданских даже газ, если они хотя бы косвенно имели связь с повстанцами. Это уж не говоря о расстрелах, принуждении к труду и публичных казнях. Словом, человек не самый милый. И да, обещанная серая мораль по отношению к этому конкретному генералу не прослеживается. Барков явный антагонист без попыток его оправдать, кроме мнимого желания выполнить задачу. Нашим же героям помогает местное сопротивление, возглавляемое Фарой, пережившей в детстве вместе с братом все ужасы оккупации Баркова. Собственно, это она и убивает русского солдата в том злополучном эпизоде. Но кроме условно добрых повстанцев, есть еще и злые урзыкстанские террористы, устроившие теракт в Лондоне. Не совсем ясно, чего они пытались этим добиться, но да ладно. Как вы поняли, это террористы-алькаталы, как они сами себя называют. Алькатал? Альшатал? Извините. Террористы у нас тоже плохие, и кроме одной реплики Прайса, что их лидер Волк раньше был хорошим, серая мораль их больше никак не раскрывается. Но при всем этом, обещанная серая мораль в игре все-таки присутствует. Для начала, Капитан Прайс, несмотря на приятную добродушную внешность и милые щучки, стал жестче и более похож на того специалиста, каким нам его рисуют. Это проявляется почти сразу, когда он жертвует одним заложником ради спасения остальных. По мере игры можно увидеть, что он готов пойти на все ради выполнения цели, даже на жесткие пытки, в том числе с привлечением невинных. Причем даже руководство операции, ЦРУ, поступает не всегда честно, всегда на первом месте выполнения задачи с наибольшей выгодой, собственно, как и в реальной жизни. В финале так и вовсе оказывается, что ЦРУ напрямую сотрудничают с ФСБ, и довольно давно. Жаль, что эту прекрасную сцену многие так и не увидели, а ведь это отлично показывает суть современной войны, когда на верхах идет совершенно иная игра, и итог войны решается скорее политиками, чем солдатами. Но хватит ходить вокруг да около, всем ведь хочется узнать наше мнение насчет русофобии. И ответ будет лаконичным – ее там нет. Давайте поподробнее обрисуем ситуацию. Изначально Call of Duty была милитари фэнтези с клишированными героями и злодеями. Вряд ли по ней кто-либо серьезно учит историю, и это особенно видно по рецензиям западных коллег, которые обозревают компанию как какой-то клюквенный фильм, не имеющий ничего общего с реальностью. Он лишь изредка допускает уколы в сторону России из-за текущей политической ситуации. И да, это нормально. Почитайте пример рецензии на клюквенный фильм «Хантер Киллер». Что же насчет последней колды? Да, на протяжении доброй третьей игры мы в той или иной степени воюем против российской армии, находящейся в подчинении генерала Баркова. Про его слабо выраженную легитимность власти мы уже сказали. Но даже если он и действует по приказу Кремля, он все так же остается мудаком. Рядовые же солдаты просто выполняют его приказы. И это не мои додумки. Солдаты напрямую говорят, что если они не выполнят приказ, который, по их же мнению, является военным преступлением, то Барков их убьет. А уж про дурацкие, нелогичные и откровенно неверные приказы и без нас написано и сказано очень много. И в реальной жизни такое происходит сплошь и рядом. Если вы желаете посмотреть что-либо на эту тему, можете ознакомиться с мини-сериалом «Поколение убийц» от HBO. Там как раз рассказывается о свержении Саддама Хусейна армии США от лица отделения разведки. И этого дерьма там полно. Впрочем, вернемся к колде. Давайте поподробнее посмотрим на эпизод с убийством русского солдата детьми. Тот самый эпизод, от которого пригорело больше всего. Для начала нам говорят прямо, что военные думают, что местные связаны с повстанцами. Фотки отца Фары в форуме, пожимающего руку каким-то талибам, лишь это подтверждают. Да и если вы заметили, сама деревня окружена обширными маковыми полями. Случайно, думаете? Мы вот так не считаем. И нет ничего правильного в артиллерийском обстреле города с мирными жителями, а потом еще и отравления выживших газом. Но, как мы уже поняли, Барков мудак. А если брать в расчет диалоги между военными, которых, по их словам, накануне обстреляли повстанцы, на горячую голову и не такое происходило во время войны. Да, это неправильно. Да, это нарушает военные законы. Но во время войны жертвы среди мирного населения неизбежны, хоть это и не афишируют, но подобное случается чаще, чем вам кажется. Если же вы верите в светлый образ военнослужащего, как непогрешимого человека, то даже не знаю. Почитайте об Афганистане или о Чечне. На войне случается много плохого, а солдат в первую очередь учат следовать приказам. А порой у них и нет никакого выбора – убей сам, либо будь убит. Но хватит об армии и их грехах. Первая ли это игра, где русская армия выступает в роли антагониста? Да, конечно же, нет. Причем, обращаю ваше внимание, именно русская армия, а не просто русские. Лично я не помню больших произведений, которые напрямую бы нам говорили о том, что именно весь русский народ – это зло. Да, в игре Фара буквально в четвертой миссии говорит, что не видит разницы между Алькаталой и русскими. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Но лично мне кажется, что это все-таки было про армию, и вряд ли бы она пошла резать мирное население. Она осуждает терроризм, защищает свой дом и свой народ. Да и позже по сюжету она говорит Николаю, что изменила свое мнение, и поняла, что не все люди плохие. Тот же эпизод в Питере был сделан вполне честно, без лишних кремлей и соборов вокруг. Да даже весь текст и наружная реклама были написаны на нормальном русском. И я уж не говорю о нашем русском напарнике Николая. И нет, мы не убиваем ни полицейских, ни мирных жителей. Ну как, специально не убиваем. Гражданские все-таки присутствуют на улицах, и вполне могут погибнуть в перестрелке. Кстати, о гражданских. Думаю, что за это отдельно нужно похвалить Infinity Ward. Впервые за серию поднимается мысль о гражданских жертвах на войне. Особенно это видно при штурме домов и во время теракта в Лондоне. Везде хаос, дым, взрывы. Игрок сам не понимает, кто враг, а кто друг. И естественно будут жертвы среди гражданских. Или тот же штурм больницы в Урзыкстане. Сначала здания уничтожают танки и вертолеты, неизбежно убивая докторов и больных. А потом при штурме на нас буквально выталкивают немногочисленных выживших, открывая по военным огонь прямо сквозь бегущих врачей. Эти сцены довольно сильные и заставляют задуматься о жертвах в таких ситуациях. Но вернемся опять к сюжету. В одном из заданий, когда мы пытались перехватить лидера Аль-Каталы, в битву вмешивается русская армия. В разгар сражения Хадир, брат Фары, зовет нас с собой, чтобы достать еще взрывчатки. Но в этот момент оказывается, что в его машине была не взрывчатка, а тот самый газ, который украли у нас в самом начале. Хадир хотел использовать его для победы над захватчиками его страны. Выпустив газ, он убивает как русских солдат, так и многих своих же бойцов. Когда Фара, его родная сестра, об этом узнала, она отреклась от него, оттолкнула и не хотела иметь с ним больше ничего общего. Да, согласен, это довольно топорно и клишировано. Но зато, когда впоследствии его ловят, ЦРУ отдает его ФСБ в рамках общего соглашения. И вот такое сотрудничество меня действительно удивило. Более того, даже капитан Прайс этому не особо удивился и принял это как должное. Дальше больше. Фару и ее повстанцев приравнивают к террористам и фактически объявляют вне закона. Я приказал своим орпехам считать армию Фары врагами. Что в реальности тоже не раз происходило, когда недавних союзных повстанцев объявляли врагами, и вчерашние союзники встречались на поле боя. И единственное, финал со штурмом базы Баркова в Грузии кажется слегка натянутым. Впрочем, если эту операцию отнести к современной операции России или США по избавлению от опального генерала, все встает на свои места. Что же мы получаем в итоге? Да, в игре есть плохие люди. Некоторые эти плохие люди русские, а некоторые нет. Есть ли призывы к ненависти именно к стране? Нет. Может быть, быт или культура как-то порицаются? Тоже нет. Совершают ли русские персонажи в игре плохие поступки? Да, безусловно. Как и нерусские. Например, один из лидеров террористов по прозвищу Мясник при штурме посольства пытается заставить открыть двери. Сначала убивает отца, а потом и его сына. Совершенно без причины. Он просто мудак. Так называемой русофобии в игре мы не увидели. Скорее, тут просто есть плохие люди, совершающие плохие поступки. И другие люди, что выполняют плохие приказы плохих людей. Если вспомнить тот же Infinite Warfare, то там марсиане убили кучу мирных жителей. Будем ли мы это называть марсианофобией? Конечно, нет. И уж тем более не стоит цепляться к слову русские вместо русская армия. Вот серьезно, обсуждая действия американских военных в условной Сирии пару лет назад, вы наверняка говорили именно американцы, не добавляя слова армия. Стоит ли теперь всех, кто был не согласен с их действиями, записывать в американофобов? Мне кажется, весь скандал, происходящий сейчас вокруг одной игры, крайне глуп и надуман. Что еще хуже, стримеры и ютуб-каналы не выпускают по этой игре контент, подвергая самих себя самоцензуре. И давайте все-таки разделять видеоигры и реальность. Сейчас в мире настолько много политики, угнетений, оскорбленных людей, что сейчас каждый готов выискивать и цепляться за любую мелочь, вместо того, чтобы оглянуться и увидеть реальные проблемы вокруг нас. Пусть видеоигры все же останутся развлечением, особенно такие фэнтези-боевики, как Call of Duty. На этом у нас на сегодня все. Вы пока не скучайте, на нашем канале еще много интересных роликов. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на чертов колокольчик. Если же очень понравилось, вы можете поддержать нас на Патреоне или стать спонсором здесь на Ютубе, за что предусматриваются бонусы. Еще раз всем спасибо за просмотр и всем пока!